Эту историю прислала нам одна девушка, рассказывая про своё детство. Когда я была маленькой, моя мама воспитывала меня так, что я не замечала нашу бедность. И я не догадывалась о том, что мы бедны, пока не перешла в третий класс. У меня было пять родных сестёр. Моя одежда всегда была чиста, выстирана, так как мама тщательно следила за чистотой моих вещей. Она также всегда сама штопала мою одежду, на которой было много дыр. Она каждое утро мыла мне волосы. И ещё я всегда находила свою обувь, начищенной до блеска. Всё это время я не чувствовала себя бедной благодаря тому способу, каким воспитывала меня мама. Это продолжалось до тех пор, пока я не стала учиться в третьем классе. Как-то раз я поссорилась с двумя девочками из моего класса. Они тогда посмотрели на меня и сказали «Ты нищая». Девочка в тот момент была очень юной, и её одноклассницы тоже были юными. Однако эти слова сильно её ранили. Она продолжала рассказывать «Я пришла из школы и оглядела наш дом. Я поняла, что мы действительно были бедны». Я заплакала. Одеяло на кровати было изорвано. На стене было много следов от пальцев, потому что её не красили уже много лет. Я подошла к нашему холодильнику и открыла его. Там была только тарелка с бобами и тарелка с чечевицей. Больше ничего. Моя мама стояла и всё это время смотрела на меня. Я посмотрела на обеденный стол. Там лежали несколько перцев и хлеб двух- или трёхдневной давности. Что же это? Я не знала о том, что я бедная. Я действительно бедная. Я стала плакать от этой мысли. Я подошла к маме и, собрав всю волю в кулак, спросила её, «Мам, мы что, бедные?» Я думала, что она шлёпнет меня по спине за такие слова. Но вместо этого мама вдруг посмотрела на меня с большим трепетом. «Бедные? Ты говоришь, что мы бедные?» «Нет, любимая, мы не бедные». Она открыла дверь кухни и сказала, «Посмотри на своих сестрёнок. Ты видишь, как они улыбаются? Видишь, как они прыгают? Ты видишь, какое у них отличное здоровье? У нас есть то, чего не могут получить другие люди». Затем она пошла и принесла мне фотографию. Ты помнишь эту фотографию, когда вся наша семья сидела вместе за обедом? «Посмотри, как мы смеялись, когда нас фотографировали. Посмотри на бобы и чечевицу, которую мы ели». Затем она подвела меня к холодильнику и открыла его. «Ты видишь эти бобы, которые у нас есть? Есть люди, которые не могут позволить себе даже этого». «А, ты имеешь в виду, что мы бедные относительно денег?» «Ну да, возможно, мы и бедные, если это касается денег». Зато у нас есть другие вещи, которые делают нас реально богатыми. Например, другие люди не могут так смеяться, как это можем делать мы. У некоторых людей есть деньги, но у них нет такого крепкого здоровья, как у нас. Может быть так, что люди, у которых много денег, не способны любить других, так как мы любим друг друга. А самое главное – мы честные, и благодаря этому мы еще богаче. Мы богаты тем, что имеем. Сказав это, мама оставила меня одну и пошла на кухню готовить, как ни в чем не бывало. Она и не заметила тогда, как ее слова накормили мой дух и насытили меня больше, чем та еда, которая накормила мой живот. Она насытила мое сердце и душу. Она нарисовала на моем лице улыбку надежды. «Я богатая». Нам нужно давать детям улыбку надежды в то время, когда мы находимся на пике бедности. И для того, чтобы наши дети чувствовали себя богатыми в тех вещах, которые они имеют. Наш Бог щедрый, и Он обогатит людей богатством через их сердца. Тех людей, которые благодарят своего Господа за то, что имеют, и не теряют надежды. Саляму алейкум. 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 Продолжение следует...